В день весеннего равноденствия праздник Ноу-Рус, один из древнейших праздников, практически неизменно сохранившихся до наших дней. Это праздник обновления труда и единения. И мы продолжаем праздничный эфир телеканала ЛАТО-24. И в этом выпуске у нас в гостях ведущий специалист Академии образования, поэтесса и писательница Бермет Алумбекова. Здравствуйте, Бермет Бекешевна. Добро пожаловать к нам в студию. Поздравляю вас с этим замечательным праздником. И мой первый вопрос. Давайте напомним нашим телезрителям об истоках этого праздника. Откуда он пришел и как, в принципе, его правильно нужно праздновать? Международным праздником Ноу-Рус, дорогие кыргызстанцы. Ноу-Рус – это праздник весны и обновления, когда вся природа оживает, обновляется и рождается. И здесь пусть каждый день пробуждается весны, пробуждение весны, каждый солнечный луч приносит в ваш дом счастье, радости, благополучия. Ноу-Рус – это означает с фарского языка, как бы новый день. И поэтому его написание даже различается в разных странах по-разному. Например, говорят, у нас Ноу-Рус, есть Нау-Рус, потом Нев-Рус и Нау-Рус, ну и дальше. Очень много названий. Ноу-Рус – это символизирует обновление природы и человека, очищение душ, начало новой жизни, весеннего равноденства. Первые истоки Ноу-Рус праздновали еще до исламских времен. Тогда, значит, Ноу-Рус, это, Ноу-Рус как бы пришел к нам из Ирана, вот как бы Ирана, из Персидских империй. И тогда вот фарсы, в общем, праздновали Ноу-Рус. В каждом столе было по семь разных блюд. Это значит, как бы, чтобы в дом, в каждый дом входил благополучие, счастье. И вот эти семь мы делали, как бы, сумелек, масло, чтобы было, борсоки. Это было в каждом доме. Чтобы Ноу-Рус еще начинался с коджо. Как бы у нас, у кыргызов говорили коджо. Это значит, делалось все, что вот, ну, зимой ведь то, что остается у нас у кыргызов, они собирали. Например, муку собирали. Потом, ну, что остается у нас, например, там, ну, сахар, да, какие-то продукты. И вот это все собирали, и, наливая в казан немного воды, они варили. Это, значит, было в VII-VIII веке. Потом, в советское время, как бы, Ноу-Рус немного приостановили. Ну, конечно, праздновали в некоторых домах, в некоторых городах. А в основном уже, как бы, она забывалась. Но потом, в 1986 году их, как бы, усилили этот праздник. И в 1981 году, как бы, государственным, этот праздник, как бы, стал считаться уже государственным. И вот с тех пор уже в каждом доме празднует этот праздник. Я думаю, Ноу-Рус, это, как бы, ну, в общем, приход весны, это у каждого, например, даже у младенца. Даже у матери, даже у отца, ну, вот, работящего, начиная. И вся, в общем, природа живает, все радуются приходу весну. Потому что весна – это начало всех жизней, что ли, говорят. Поэтому, я думаю, Ноу-Рус во всех городах, во всех, в общем, как раньше говорили, республики, государствах, празднуют сейчас 21 марта и в Таджикистане, и в Казахстане, и в Узбекистане. И мы празднуем, вот, рано, например, встают в каждом доме, наверное, люди, ну, и утром, как бы, прокуривают комнату арчой. Это, как бы, очищение, очищение самого себя, очищение вообще дома. И подготавливают к столу, в общем, чтобы все было. Говорят, какой будет стол, такой и будет весь год этот. Ну, как бы... Ну, до следующего года. Да, до следующего года будут жить в достатке. Этот праздник, как вы сказали, он имеет очень древние корни. Вот, как вы говорили, 7-8 век до нашей эры, это значит, где-то порядка, там, 3,5 тысяч лет его уже празднуют. И, несмотря ни на какие, ну, в истории бывало всякое, и войны, и объединения, и разрозненность, но, несмотря на это, этот праздник остался очень важным таким объединяющим фактором, наверное, в первую очередь на территории Центральной Азии. Ну, и мы живем в век глобализации, распространился, конечно же, по всему миру. И на сегодняшний день он, действительно ли он сохранил вот этот объединяющий фактор, как минимум в нашем регионе, в тех странах, которые вы перечислили с нашими ближайшими соседями? И возможно ли, что через этот праздник мы сможем снова быть едиными и, как минимум, не ссориться с нашими соседями? Да, сейчас вот во всех странах, ну, вот, которые я назвала, празднуют этот праздник. Сегодня как бы везде, вот, весь, ну, во всех государствах празднуют этот праздник. Но вот исламские, вот некоторые, как говорят, ученые или как говорят... Богословы. Да, вот они говорят, что в исламских, в Куране, не было этого праздника. И что этот праздник, как бы, и не надо, что ли, праздновать. Только нужно, как бы, ну, только, как бы, проводить не... Беспышных торжеств, да? Да, беспышных торжеств, как бы, а просто, как бы... Отметить весну просто вот в таком узком, тесном кругу, наверное, это вы имели в виду. Ну, это, наверное, покажет время, потому что это с древних времен мы, как бы, празднуем. Я думаю, этот праздник, наверное, будет до конца праздновать весь народ. Это, вот, как мы до этого говорили, это действительно праздник единения и благоденствия. И те традиции, о которых вы сказали, они связаны как раз-таки с этим. Это неотъемлемая часть. Это сумелек, традиционное блюдо для ноуруза. И даже сам процесс изготовления сумелека, он имеет такой... Длительный и трудоемкий. Длительный и трудоемкий процесс, и, опять же, объединяющий, является объединяющим таким фактором для всей семьи, для ближайших родственников, для соседей. И, начиная отсюда, мы вот разносим, наверное, весть об этом празднике. И расскажите, пожалуйста, вот в связи с сумелеком принято, когда варишь сумелек, что-то желать себе и своим близким. И обязательно это должно быть что-то хорошее. То есть нельзя в ноуруз кому-то пожелать, чтобы у него что-то было плохое, и только хорошие пожелания не исполняются. И есть ли какие-то традиционные вещи, которые вот правильные, может быть, слова, которые нужно говорить при изготовлении сумелека? Да, вот при приготовлении сумелека, ну да, нужно говорить только хорошие слова. Вот сумелек готовится с вечера, начиная с вечера, и весь ночь, в общем, до утра. Здесь приходят люди, все соседи, девушки, там, парни, ну, наши пожилые женщины, мужчины даже. И они вот до утра, до утра, как бы, готовят сумелек. И вот когда они берут этот сумелек и, ну, как бы, говорят, в общем, хорошие очень слова, например. Да, когда мешают. Да, когда мешают они, говорят очень хорошие слова, чтобы дома было, у всех дома было, как бы, здоровье, самое главное, чтобы все было хорошо, чтобы все жили дружно. Я думаю, вот эти слова, например, соседей, людей, собирающихся, да, вот, близких очень людей, это, как бы, объединение вот этого сумелека, когда, ну, вот, все это говорят, это, как бы, дружба между ними, как бы, близкая, близость, что ли, какой-то. И вот это, вот эти хорошие слова, я думаю, утром, когда они распределяют каждой семье, вот это все хорошее уходит, ну, каждой семье, наверное, чтобы все было хорошо, чтобы у них тоже дома было благополучие, как бы. То есть через сумелек, если вот говорить таким языком, получается, они разносят благость для каждой семьи и частичку хорошего, которая, ну, вот. Доброты какой-то, чтобы они не обижались друг друга. В этот день даже говорят, кто-то на кого-то обиделся, нужно просить прощения, чтобы все, в общем, сгладилось, ничего в душах людей, чтобы ничего не осталось. И с таким обновленным практически идти уже дальше по жизни, как минимум до следующего Норуза. И еще один важный момент празднования Норуза, это, ну, наверное, один из тех немногих праздников, который предполагает еще и с новыми силами приступать к труду. То есть он призывает к труду, потому что это праздник равноденствия, означает, что вот наступила весна, значит, пора идти в поле, пахать, чтобы и обеспечить, начиная от этого дня, ну, символически, начиная от этого дня, обеспечить благополучием свою семью и в завтрашний день. И после, ну, и на протяжении всего года, и если там 1100-1200 лет назад это означало, нужно идти непосредственно в поле и начать вспашку, то, наверное, сейчас даже независимо от того, чем ты занимаешься, нужно еще и больше внимания уделить тому своему труду, своей работе и с новыми силами завтрашнего дня приступать к работе, чтобы, опять же, обеспечить благополучие всей своей семьи. И, ну, вот, исходя из этого, давайте тогда пожелаем нашим телезрителям, нашим согражданам и каждому человеку, кто нас сейчас смотрит, и учитывая, что все-таки с некоторой мистикой связан этот праздник, и ваши слова дойдут, как Ахсахала, как поэта, как человека, который делает огромный вклад в развитие нашей страны через систему образования, дойдет до ушей, и ваши пожелания дойдут до сердец каждого человека, живущего в нашей стране. В нашей регионе и празднующего этот праздник, пожелайте, пожалуйста, нашим... Дорогие кыргызстанцы, все люди, празднующие этот Норус праздник, самый, как бы, может быть, и долгожданный этот праздник людей Норус, желаю вам всем здоровья, счастья, и чтобы в этом Норусе... Пусть этот год будет очень хорошим, благополучным, и этот год у всех в семье Достаркон был очень богатым, чтобы люди жили очень дружно, никогда, в общем, не обижались друг на друга, чтобы вообще... Норус приносил людям, но этот праздник, чтобы приносил людям только счастье, только хорошее, чтобы все было в жизни очень, ну, как бы... Тепло, да, как весна, как весна. Спасибо вам большое за беседу, еще раз хочу пожелать вам всего того же, что и пожелали всем нам, вашим близким, и самое главное, здоровье, как показал 20-й год. Оказывается, здоровье это самое важное в нашей жизни, ну, и вторая вещь, которую мы, наверное, вынесли из 2020 года, это только объединившись мы все сможем противостоять любым напастям и любым бедам. Еще раз спасибо, еще раз праздникам, дорогие телезрители, хочу еще раз поблагодарить нашего гостя, ведущего специалиста Академии образования, поэтессу и писательницу Бермет Алумбекову, и поздравить вас с праздником, дорогие телезрители. Эфир «Алто-24» продолжается, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин